Дорогие братья и сестры, саляму алейкум и рахматуллах. Сегодня я хотел бы поздравить вас с рождением нового поколения нашей умы, нового поколения героев, жертвенного поколения. И я хотел бы поздравить вас с рождением нового лидера нашей умы, нового лидера, которого Всевышний дарует нашему поколению по собственной милости. Подпишитесь на этот канал и ставьте лайки под каждым видео. Это поможет нам в продвижении канала и доведении информации до тысяч новых зрителей. Но обо всем по порядку. Несмотря на ту чудовищную бойню, которую этот людоедский режим на Таняху снова устроил в Рафахе, не стоит думать, что Господь не ведает, что они творят, что Господь отвернулся от искренне верующих, что Господь бросил Палестину на полное истребление. Нет. Наоборот, Всевышний знает о каждом шаге, который творят эти нечестивцы, о каждой мысли, которая ворочается в их нечестивых головах. И Всевышний, наоборот, использует этих людоедов, этих нечестивцев, для того, чтобы напомнить нам, нашему поколению, о забытой нами великой миссии. Что же это за миссии? Что же это за такое тяжелое испытание? Для того, чтобы это понять, давайте вернемся к временам самых тяжелых испытаний, которые перенесли верующие по воле Всевышнего. Первое – это истребление Храма Единобожия в Иерусалиме войсками царя Навуходоносова, когда еще в этом городе, в святом городе, жили сыны Исраиля, до появления пророка Исы, мир ему, и до появления пророка Мухаммада, мир ему. Давайте вспомним, как крестоносцы взяли Иерусалим уже при мусульманах, подвергли их чудовищному истреблению. Около 150 тысяч мусульман, иудеев и православных, были вырезаны в святом городе. Давайте вспомним нашествие монголов, когда только в столице Аббасидского халифата в городе Багдаде было истреблено около миллиона верующих. Какой смысл в этих тяжелейших испытаниях, муках, потерях и жертвах, которые Всевышний обрушивает на головы каждого нового поколения мусульман? Давайте вернемся в те дни, когда Чингисхан вторгся в пределы Мауара-эн-Нахра, как тогда называлась Средняя и Центральная Азия, что с арабского переводится как «то, что за рекой». Когда Чингисхан огнем и мечом прошелся по жемчужине исламской цивилизации города Бухара, истребил огромное количество верующих, а потом собрал вместе людей знания, шейхов, алимов и имамов, и сказал им проразительные слова. «Я являюсь наказанием для вас свыше за ваши прегрешения». Наверное, те же самые слова мог сказать и царь Науха Доносор, сынам Исраиля, которых он истреблял в Иерусалиме. Те же самые слова могли сказать предводители крестоносцев верующим, которых они истребляли в Иерусалиме. И то же самое сегодня руководители сегодняшнего Израиля могут сказать палестинцам, которых они истребляют на наших глазах. Они являются инструментом, всего лишь орудием в руках Всевышнего, при помощи которого Он возвращает нас к осознанию очевидных фактов. Ведь Всевышний сказал в Куране относительно вот этих орд нечестивцев, которых Он насылает на верующих, «Айбадалляна улибасин шадидин» Всевышний говорит в Куране, описывает их как своих рабов, находящихся в его подчинении и обладающих яростью и мощью для того, чтобы подвергать верующих тяжелейшим испытаниям. Когда, когда же Всевышний, по какой причине обрушивает на верующих эти тяжелейшие испытания? Он делает это, когда верующие забывают о своей великой миссии, когда они перестают возвышать слово Всевышнего, когда они перестают удерживать людей от порицаемого и наставлять их на одобряемое, когда они перестают поддерживать узы братства и единства между верующими, когда они начинают поедать мясо собственных ученых-клевеща за их спиной, когда они начинают накапливать богатство, отбирая его у неимущих, как говорит Всевышний, «джам-а-мален-у-ад-дада» и когда они перестают оберегать границы мусульманской, исламской цивилизации, сообщества, общины верующих от вторжения извне чуждых идеологий и ордзавоевателей, когда они перестают нести службу на ребатах, на границах собственной общины, на границах собственного государства, на границах собственной цивилизации, как мурабитуны, И в этот момент Всевышний обрушивает на них собственных нечестивых рабов Он обрушивает обладателей мощи и ярости из числа нечестивцев, и они начинают рыскать между домами верующих, выискивая и подвергая их огню и мечу. И это испытание будет длиться до тех пор, пока наше поколение, следующее поколение, предыдущее поколение не вспомнят о том, какова же наша истинная миссия. И в этом тяжелейшем испытании не стоит думать, что Всевышний подвергает нас только тотальному истреблению, что дарует победы только нечестивцам, только вот этим нашим противникам. Нет. Всевышний говорит в Коране Если вас коснется какая-либо рана, Так того же племени, которое вам противостоит, коснулась такая же рана. То есть Всевышний позволяет нашим противникам наносить раны болезненные для нас и позволяет нам наносить раны болезненные для противника. И далее Всевышний продолжает. И эти дни победы и поражения мы сменяем между людьми. То есть Всевышний сохраняет баланс побед и поражений между верующими и неверующими для того, чтобы продлевать это испытание для верующих и наказание для неверующих ровно столько времени, пока не родится новое поколение. Пока верующие не осознают, в чем их истинная миссия, пока не вернутся к покорности, к соблюдению всех своих обязательств. И в этот момент Всевышний выводит на сцену уже поколение победителей. Так к чему же мы должны вернуться? В чем наша истинная миссия? В накоплении богатства? В проедании имущества бедняков? В коррупции? В распространении наркотиков? В нечестие? В поедании мяса собственных ученых? В разрыве единства исламской уммы? В стравливании народов из-за земли и имущества? Из-за карьеры? Из-за еще непонятно каких земных идолов? В следовании за неверующими? За цивилизациями нечестивцев? Шаг за шагом, в полном уподоблении наших семей, матерей, дочерей, жен, детей, тому нечестивому образу жизни, который нам предлагает сегодня западная цивилизация? В этом наша великая миссия. Или в возврате к пути послания Николая, мир ему благословение, и в возврате к Слову Всевышнего, к его возвышению, к посвящению всей своей жизни, своей жертвенностью, тому, чтобы Всевышний был нами доволен. И ни в коем случае нам не стоит думать, что если однажды Всевышний доверил собственное слово, сначала сынам Исраиля, потом он доверил это сынам Курайша, потом он передал эту миссию сынам османского султаната, не стоит думать, что если Всевышний один раз доверил нам это, если Всевышний сделал наших дедов и отцов мусульманами, что эта милость Всевышнего будет с нами вечной. Наоборот, Всевышний говорит «Я айюга ладзина аману» «О те, которые уверовали» «Ман яртадда мин куми андиниги» «Если кто-либо из вас отвернется от вашей религии» «И придет Аллах беков мин юхиббухум ва юхиббунаху» «И придет Аллах Всевышний с народом, с новым народом, которых он любит и которые его любят». То есть Всевышний прямым текстом говорит «О верующие, если вы отвернетесь от своей религии, то Всевышний приведет на ваше место другой народ, которых он любит и которые его любят». И вполне возможно, что сегодня, как арабы сменили сынов Исраиля, как османы сменили уже сынов Курайша, точно так же и нас, кавказцев, татар, арабов, курдов, турок, которые кичились до сих пор, что они являются истинно верующими, просто Всевышний через тяжелейшие испытания меняет на другой народ. Кто же этот народ? Кто этот народ, которых Всевышний через эти тяжелейшие испытания, потери и жертвы, выводит сегодня на авансцену мировой истории? Мы видим его рождение, во-первых, в руинах газы. Мы видим детей, которые встают в полный рост, потеряв всю свою семью, родителей и говорят «Нет, мы никогда не прекратим сопротивление». Мы видим это в матерях газы, которые, потеряв всех своих детей, говорят «Мы никогда не уйдем с этой земли, мы никогда не уйдем с этой земли». Разве в нас, в нашем поколении, есть хоть малая толика мужества и жертвенности, которая есть в этих детях, в этих матерях Палестины? Мы видим, как это новое поколение героев нашей Уммы рождается в Йемене, когда маленькая повстанческая группировка бросает вызов просто мировому правительству, которое столетиями наращивало собственную мощь, собственные вооружения, ядерные боеголовки. И эти йеменские бойцы говорят слова, которые говорили некогда герои исламской Уммы из числа сахабов, из числа защитников Иерусалима. Они говорят «Если Всевышний обрушил на нас эти тяжелейшие испытания, и если мы противостоим этому, значит это великая милость Господа». Значит, Он через нас вновь поднимает исламскую Умму на новую высоту. И мы видим, как героизм защитников газа, как героизм бойцов Йемена вдохновляет тысячи, сотни тысяч людей по всему миру, как десятки тысяч людей принимают ислам на наших глазах в западных странах. Мы видим, как в западных университетах в США и в Западной Европе поднимается новое поколение лидеров, которые готовы потерять собственные места в университетах, собственные стипендии, собственную будущую карьеру, собственную беззаботную жизнь. Мы видим, как на сторону студентов, защищающих право палестинцев на свободную жизнь, встают преподаватели, профессора, заведующие кафедрами, деканы, которые готовы потерять всю свою карьеру, все свои достижения в этой жизни, но встать в нужный момент, в ключевой поворотный момент истории, встать на сторону справедливости. И в Аллахи, эти люди, вдохновленные примером героизма бойцов Газы и бойцов Йемена, принимающие ислам, вот именно из этого союза бойцов, муджагедов, жертвующих своими жизнями, и вот этих вот интеллектуалов, которые завтра станут элитой западных стран, будет рождаться новое поколение исламской цивилизации. Новое поколение лидеров нашей уммы, новое поколение искренне верующих, которым Всевышний дарует настоящую победу. Фатхан Мубин, как он сказал в Куране. А теперь давайте посмотрим видео того человека, который стал и станет на ближайшие годы настоящим лидером для этого нового поколения мусульманских героев. Мы не famous. 1. Это было выступление политического лидера Хамас Исмаила Хании. И это была речь настоящего мужа, настоящего лидера, который говорит уверенно в собственных силах, который, несмотря на тяжелейшие потери внутри собственной семьи, потеряв трех сыновей, Разом, потеряв несколько внуков во время одного израильского удара, который, видя огромное количество жертв среди собственного народа, сохраняет достоинство, мужество, ясный ум, говорит о будущих целях, о неизбежных победах, если мы проявим достаточно стойкости, мужества, единства, сплоченности и верности собственному Господу. Итак, дорогие братья, наше с вами поколение удостоилось чести от Господа, видеть, как рушится режим нечестия, видеть, как обрушиваются все эти фасады, конструкции, которые они строили годами, вся их военная мощь, финансовая мощь, вся лживая система избирательного права, демократических процедур, все эти политические мифы, вокруг которых они выстроили все свое могущество. Они рушатся на наших глазах, как начало рушиться могущество крестоносцев, когда первый полководец, первый полководец из числа сельджуков по имени Мауду нанес им тяжелейшее поражение, в котором он даже взял в плен короля крестоносцев Болдуина. Это случилось еще до рождения Салахудина. То есть победы, будущие победы, будущие великие победы мусульман, искренне верующих, формируются, куются именно вот такими тяжелейшими испытаниями, именно первыми шагами, именно рождением первых героев, которые находят в себе мужество бросить вызов этой тотальной системе лжи, нечестия, несмотря на ее мощь, несмотря на ее огромные возможности по подавлению и ограничению свобод. Но, тем не менее, из таких Маудудов, тем не менее, из таких бойцов Палестины и Йемена, тем не менее, из таких героев, которые рождаются сегодня в университетах западного мира, появится новое поколение, которое приведет уже Салахудина, и они поднимут знамена настоящего освобождения, и которым Всевышний дарует уже великую победу. Иншаллах. Дай Аллах, чтобы это случилось при нашей жизни, или хотя бы при жизни наших детей и внуков. Аминь.